всем привет с вами снова я ольга романова и мой канал училка физкультуры в эмиратах сегодня мы с вами великолепной мечети шейха заеда которая начала свое строительство в девяносто шестом году построили в 2007 уже после смерти шейха вот смотрим все величественное строение минареты здесь больше ста метров по моему 80 82 купола мечеть шикарная мы вам расскажем правила посещения и покажем всю мечеть ставим лайки подписываемся пойдем народ привет вот мы уже идем к мечети великого шейха заеда нас чуть не развернули оказывается нужно букать время хотя вход бесплатный мы как-то не посмотрели просто посмотрели в википедии что она открыта вход бесплатный слава богу нам повезло нам вызвали мальчика нам подключили интернет повезло мы забронировали себе время в то которые приехали в 950 получили скрин коды пошли дальше меня хотели развернуть я одета в джинсах не джинсы нормальные темного цвета нерванные вроде как в отзывах было написано что в джинсах вы приходить можете только чтобы они были нерваны какая-то женщина пыталась меня развернуть сказала что в джинсах нельзя я и доказывала что мы читали в джинсах можно вот мне заставили деть шапочку да у меня такая шапочка есть наташка тоже в шапочке я вся покрытая женщины должны быть закрыты полностью рукава полностью все вплоть до щиколот и потом мы пошли вперед мы сказали нас разверну значит все мы уйдем нас уже стали пропускать улыбаться та женщина видно такая сильно религиозная бежала за нами говорила не не в джинсах мы такие ну все все нас пропускают сюда давай мы пошли в общем так ребята если идете в эти коронавирусные времена нужно посмотреть время работы в пятницу для немусульман мечеть закрыта так она работает с 9 утра до 10 вечера забукать на их сайте appointment выбрать время вам пришли сразу скрин код и потом вам нужно еще одеться лучше джинсы не одевайте закройтесь полностью меня пытались еще чтобы я купила замотать у меня бабаю женское такое черное платье сказала я покрыта ребята не надо мне ничего предлагать здесь покупать все я особыла все ваши кодексы пожалуйста пускайте меня я очень хочу вот вроде пустили слава богу здесь очень много охраны каждый раз тебя перенаправляют туда 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 мы не первый раз в этой мечети но такого количества охраны такого количества чтобы нас направляли в разные вот смотрим то толеранс что такого количества чтобы нас направляли через каждые 20 метров люди стояли вам туда вам туда вам туда первый раз мы идем по такому переходу вот видите какие гости приезжали сюда вот это весь коридор это история мечети смотрим да надеюсь вам всем видно какие гости какие люди бывали здесь вот так что мы здесь сейчас будем для вас снимать делать репортаж а вас попросим поставить лайк а вот смотрим сколько людей говорили до 7000 помещается в мечети а вот и фотография до возможно даже больше до 7000 в зале так 40 тысяч по всей мечети до 7000 залах что мечеть очень вместимая смотрим любуемся великое великолепное строение построена из настоящего мрамора полудрагоценных камней сусального золота мрамор в камни везли сюда из индии италии германии марокко великобритании новой зеландии также из арабских эмиратов смотрим строение просто огромнейшее ход бесплатный так что если вы на экскурсии в абу-даби или просто отдыхаете здесь или просто отдыхаете в других эмиратах попасть сюда это наверное номер один номер один вот юмаст хэв что у вас должно быть в вашем листе а пока ставим лайки подписываемся сейчас с вами попадем внутрь все вам покажем все расскажем пойдем сейчас ходим внутрь и знаете как очень жарко я в футболке с длинным рукавом еще в рубашке и в джинсах ох смотрим узоры орнаменты наслаждаемся этими видами очень удобно что туристов практически нет очень удобно вам снимать никто не кричит выключите я попала в кадр и вода вода символ всего живого символ эмиратов без воды нет жизни здесь очень красиво сейчас будем заходить сразу нас встречает просто очень 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 красивая мозаика повторюсь все материалы детали везли сюда из других стран попробую вам приблизить но здесь нужно конечно чтоб солнце не мешало не слепила еще конечно потрясает что вход бесплатно в эту мечеть уже действительно спасибо хотя люди бы платили наверное большие деньги чтобы сюда попасть ох а мы одни здесь вообще-вообще-вообще здорово ребята сейчас просто подойдем посмотрим цветочки наверно плохо видно теперь начинаем рассматривать перламутры другие полудрагоценные камни так скажу я не сильно во всех камнях но я понимаю что это все сделано дорого богата и со вкусом ну по-другому делать мечеть великого шейха за и да просто просто не камильфо здесь очень много этих столбов столбов на каждом замечательные красивые узоры цветов вы слышите как поет мула призывая на молитву а здесь нельзя сюда выходить покажу вам вот так вот повторюсь минареты здесь по моему 102 или 106 метров ну огромнейшие и мечеть сама входит в шестерку самых больших мечетей мира ну уж точно шестерку самых красивых мечетей а 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 значит здесь правило такие ходить только по периметру где веревочка вот веревочка натянута мы идем только по этой стороне Ни шаг вправо, ни шаг влево. Ну, в принципе, удобно, чтобы, наверное, не сталкивались, не останавливались, не дай бог, не заражались. Смотрим снова эти великолепные узоры, цветы. Мозаика. В основном здесь присутствует индийский стиль. Как сказала Наташка, думаю, что она права. Она очень увлекается такими историческими вещами. Мозаика просто космос. Все, значит, идем, строго следуем, строго следуем веревочке. Идем, а теперь любуемся. Это просто красота. Честно, я была здесь пять лет назад. В первый мой год жизни в Эмиратах, конечно же, я посетила эту великолепную мечеть. Туристов было не то, что море. Тут нельзя было где-то вообще хотя бы пристроиться, чтобы что-то сфотографировать. А сейчас вообще пусто, 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 пусто. Так что, ребята, скоро все это закончится, надеюсь, я про вирус. Начнем мы путешествовать, начнем мы видеть друг друга. И все будет классно, все будет классно. Только немножко продержаться еще. Значит, приколы. Видите, у меня волосы. Ай-яй-яй, нельзя, вы что, капец. А то, что мы вместе, да, не кричи. А то, что мы вместе живем, это неважно. Мы должны стоять на расстоянии двух метров. Вот там, а я здесь. Вот неважно, да. А такие правила. Ну, территория, конечно, красивейшая. Очень красиво сделана руками людей. Не Бога. Руками людей. Тяжелым трудом и большими деньгами. Очень красиво. Здесь можно в метрах стоять. Как я же сказала. Мы поставили в метрах. Да. Всем привет. Слышите, молитва здесь красивая. Классно. Ну, а также великолепные мозаики. На самом, так сказать, полу в мечети. Солнышко нам то помогает, то мешает делать красивые кадры. Вот веревочка. Вот два метра дистанция. Даже если вы семья, приехали вместе, живете вместе, все равно дистанция два метра. Нас все время с Наташкой друг от друга отгоняют. В общем, совместные фотки у нас не будут, я так поняла. Ну, спасибо, хоть пустили. То волосы убери под шапку, то в джинсах не иди. Поэтому будьте осторожны. Правила очень жесткие. Поэтому, чтобы попасть в эту мечеть, лучше соблюдайте их. Мечеть красивая, мечеть этого стоит. Но религия здесь очень важна. Поэтому посещение с открытыми волосами у женщин этой мечети запрещено. Просто будьте бдительны. Ну, если что, конечно, вам придется просто купить какой-то шарф, какую-то абаю. Придется купить. То есть, внизу есть магазины. Красота какая. Вот эта водичка. И красивые узоры. И просто обалденная мечеть. Вот, на этой точечке вы можете стоять только 4 минуты. Потому что потом придет толпа туристов, которые нету, и вас выгонят. Я понимаю, что это все в мерах предосторожности делается. Но дело в том, что тут есть только еще две женщины, кроме нас. И они даже не хотели стоять в нашей точке. Но нас все равно туда выставили. Очень удобно, если хотите пить. Есть краник, и можно попить водичку. Ну, и снова насладиться прекрасной мозаикой. Good morning. Знаете, это волшебство все-таки, когда никого нет. Да. Открою. Открою. Продолжение следует...